Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Вчера опубликовала фотографию своих новых маркеров в инстаграм и от Вас пришло много вопросов по поводу того, как же делаются эти маркеры. Мало того, многие даже не знают, как ими пользоваться. Итак, это маркеры именно для вязания спицами, то есть для вязания крючком они не подойдут. Они не разъемные, а для вязания крючком нужно, чтобы маркер был разъемный, потому что он цепляется за сами столбики, за петельки, за ниточки. А эти маркеры висят у нас на спице. Вот так маркер у нас висит между петельками на самой спице и когда мы провязали ряд, мы можем его перекинуть на следующую спицу, отметить, что мы довязали ряд и вязать следующий ряд. Либо, если нам это необходимо, снять его и убрать. То есть он на петли не вешается, он вешается только на спицу, как Вы видите. Для того, чтобы сделать маркеры, нам понадобятся любые бусины таких форм, размеров и расцветки, какие Вам придутся по душе. Дальше нам необходимо будет фурнитура металлическая, тоже все по Вашему желанию. Кстати, большой выбор фурнитур есть в магазине Мелодия бисера. Уверяю Вас, Вы найдете там что-то очень оригинальное, красивое и на любой вкус. Сюда подойдут, например, вот такие разделительные бусины, возможно это будут шапочки для бусин, все то, что Вам понравится и придется по душе. Можно оформить Ваши маркеры вот такими висюльками, но тогда Вам придется использовать колечки. Но хочу Вас предупредить, что колечки не с любой пряжей можно использовать. У меня также есть много маркеров на колечках. Во-первых, они подходят не на каждый размер спиц и, во-вторых, они цепляются вот этим соединением за пряжу, за петельки. Поэтому такие колечки подойдут не для каждой пряжи. Например, шелк с такими маркерами точно вязать не рекомендую. Самые удобные маркеры будут вот на таких тросиках. У них петля большая, подойдет для любого размера спиц и нигде ничего не цепляется. Нигде никаких зазубринок, все гладко. То есть можно вязать даже с такими маркерами и шелк. Следующий материал, который нам понадобится, это ювелирный тросик. У меня это размер 0,38 и этой толщины достаточно, чтобы создать такие маркеры. Для того, чтобы закрепить, зафиксировать тросик, мы будем использовать немного бисера, подходящего по цвету. Из инструментов нам понадобятся кусачки, плоскогубцы. Возможно, это будут круглогубцы. В общем, что-то такое, что нам поможет в работе. И еще нам понадобится капелька клея. У меня это момент кристалл. Примерно определяем, какой размер тросика нам необходим и отрезаем плоскогубцами нужный нам кусочек. Затем нарезаем столько отрезков тросика, сколько мы хотим сделать маркеров. Так. Теперь мы берем бисерину и продеваем оба конца тросика в эту бисеринку. Дальше надеваем сюда либо разделительную бусинку, либо шапочку для бусин. Посмотрите, что будет интересней смотреться. Давайте поставим вот такую разделительную бусину. Дальше я продеваю оба конца тросика в саму бусину. Дальше я буду использовать еще одну разделительную бусину. Вот так вот это будет смотреться. И завершает наш набор еще одна бисерина. Точно также оба кончика мы пробиваем в нее. Вот такой вот набор мы с вами набрали. Теперь кончики я подворачиваю так, чтобы они у меня загнулись и завожу их мимо бисеринки туда, в бусины. Прячу их внутрь, то есть вот так туда спрятали. Теперь малюсенькую капелюшку клея я каплю сюда, и прячу все это на место. И с этой стороны точно также. На сам тросик делаю каплю клея и придвигаю сюда бисеринку. Все, сейчас клей высохнет, маркер готов к использованию. Ну вот, буквально за 5 минут в моей коллекции появилось еще 3 красивых маркера. Повторюсь, в «Мелодии бисера» Вы найдете и фурнитуру, и ювелирный тросик, и бисер, и бусины любых форм и размеров. Переходите по ссылке под этим видео, уверяю, этот магазин Вас впечатлит. Делайте красивые маркеры, и пусть они поднимают Вам настроение во время вязания. С Вами была Юля и мой Факультет рукоделия. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok